Я... я даже не знаю. Три очереди из пульсы, три тапа из револьвера, это... это правда? Дождались? Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и давай я расскажу, что показали нам разработчики на прошедшем стриме об изменениях в Гарниле, которые появятся в игре после релиза Отвергнутых. Вернее, часть изменений в Отвергнутых, а часть уже с патчем 2.0.0 28 августа. Обо всем по порядку. Какие цели ставили перед собой Банжи, когда работали над обновлением сэндбокса в Гарниле? По словам ведущих разработчиков, они хотели разнообразить арсенал Стражей, позволить им собирать разные комплекты снаряжения, придать арсеналу некого индивидуального характера. На мой взгляд, если судить по увиденному на стриме, у них это получилось. На 100% говорить, наверное, пока рано, так что будем осторожны. Что нам показали на трансляции и что нового мы узнали? Вот все говорим, поменяется система слотов. Но это не совсем так. Система слотов оружия останется прежней. Те же кинетический, энергетический и силовой слот. Изменена будет система патронов. Основные, специальные и тяжелые. В кинетическом и специальном слоте, в первом и втором, то есть, вы сможете использовать оружие, которое использует основные и специальные боезапасы, а силовой третий слот будет использовать оружие, которое использует тяжелые патроны. Например, вы сможете использовать снайперскую винтовку и в первом, и во втором слоте. При этом использоваться будут специальные патроны, которые привязаны к этому типу оружия, снайперки. Если вы будете использовать две снайперские винтовки в первом и во втором слоте, то выпавшие патроны будут делиться поровну между двумя пушками. Вы сможете использовать импульсную винтовку и в первом и во втором слоте, соответственно выпавшие основные патроны также будут делиться на два слота. Но если вы используете пушки с разными патронами, например в первом слоте основные, второй слот специальные, то патроны будут падать так же как и сейчас. Проще говоря, более заметную разницу в изменениях боезапасов вы почувствуете только при использовании одинакового типа оружия в двух и более слотах одновременно. Теперь давайте перечислю виды оружия и то, какие патроны они будут использовать. Итак, оружие, которое используют основные патроны. Автоматы, револьверы, импульсные винтовки, винтовки разведчика, луки, пистолеты и пистолеты-пулеметы. Виды оружия, которые используют специальные патроны. Плазменные винтовки, снайперские винтовки, дробовики, лучевые винтовки, ручные гранатометы. И виды оружия, которые используют тяжелые патроны. Ракетные установки, мечи, линейно-плазменные винтовки и барабанные гранатометы. Еще пара примеров вдогонку для понимания того, что стрелять из дробовиков с двух рук особо-то ловко и не выйдет. Если вы безумец и используете как раз три дробовика, то у вас будет всего лишь по одному патрону на дробовик в кинетическом и энергетическом слоте после возрождения. Специальные патроны в пвп теперь тоже дропаются с врагов и подбираются автоматически, но имеется таймер на исчезновение. А тяжелые также потребуют прожать кнопку для экипировки, как и сейчас. Использовать две пушки со специальными патронами далеко не лучшая идея, поскольку патроны будут разделяться, как я уже сказал, поровну и как следствие у вас может возникнуть дефицит патронов. Теперь расскажу о том, что будет делать оружие более индивидуально заточенным. Разумеется, речь о роли перков. Во время стрима банджи показали три варианта револьвера меньше из зол с разными перками. Показали легендарный рейндж файндер из первой части и другие знакомые нам перки. Для тех, кто совсем не понимает о чем речь, поясню. Система роллов была важным элементом эндгейма в оригинальной Дестине. Каждая выпадавшая нам легендарная пушка имела при себе набор перков, изменить которые нельзя. На каждый тип оружия был свой набор перков и каждый игрок плюс-минус, но понимал, какие перки нужно именно ему для гадрола, идеального набора перков. Теперь эта система появится и в Дестине 2, что без сомнения разнообразит сбор арсенала и сделает его куда более разносторонним. В конце концов, это большой шаг навстречу персонализации оружия. Теперь снова будут вот эти вот хочу снайпу как у Рилкрафти, чтоб с квикдро и амбушем. Идем дальше. Изменили и способ прокачки оружия до абсолюта. Теперь вы должны приобрести 10 уровней улучшения, вот их стоимость на экране. Если брать в общей сложности затраченных ресурсов на 10 уровней, то это 10 тысяч блеска, 25 легендарных осколков и 15 абсолют ядер. Не сказать, что это прям вау, какая интересная система, вроде как и прокачка оружия, а вроде как и просто чтобы было куда деть глимер. Хотя нас заверяют, что изменения от прокаченных тиров оружия будут заметно ощущаться, куда более заметно, чем нынешние модификаторы. Посмотрим. Я пока скептически к этому отношусь, лучше я немножко недооценю какие-то нововведения сейчас и потом буду приятно удивлен, чем буду ждать чего-то сверх крутого и потом меня это разочарует. Но вот что действительно интересно, это то, что у легендарных пушек появится совершенно иная система модификаторов. Теперь модификатор будет падать сразу с оружием, а его замена на другой будет стоить вам 5000 блеска. Бонусы от модификаторов достаточно обширные. Во время стрима засветили несколько модификаторов, их полный список вы можете прочесть у нас в статье, ссылку на нее оставлю в описании. То есть это еще одни такие же перки, которые также призваны заметно изменять характеристики оружия под их владельца, но тут уже вы вправе выбирать, что вам нужней. Если вы распылите пушку с модификатором, вы получите модификатор, который был установлен в ней и сможете использовать его на любом другом оружии. Иными словами, вы можете корректировать модификаторы путем разбора легендарных пушек, вероятно у оружейника они тоже будут продаваться. Ну а теперь о самом сладком, об изменениях в тайм ту килл, ттк, времени убийства, в общем то чего мы все так ждали. Новый тайм ту килл потребует от вас наносить критический урон. Именно этот урон был увеличен в пвп, то есть если ты не попадаешь в голову, то изменений ты никаких почти не ощутишь. Будешь также долго и мучительно перестреливать противника в надежде на тимшот. Учитесь стрелять по головам стражи. Также бафнули рукопашную атаку, в пвп теперь требуется лишь два удара ближнего боя, чтобы убить соперника. Как в первой части. А заряженная рукопашная атака от титана, шолдер чардж, будет ваншотить снова. Вот я тут вообще не понял, ваншот шолдера убрали в Destiny 1, но вернули в Destiny 2? Непонятно. Зато мой любимый ульт, золотой пистолет охотника, будет работать еще дольше, плюс 2 секунды. Электрический варлок буревестник будет наносить больше урона суперспособностью. Агрессивный архетип импульсных винтовок будет убивать за 3 берста в голову, это пульсы, у которых 390 выстрелов в минуту. Скорострельные винтовки разведчика будут убивать за 5 выстрелов в голову. Агрессивные тяжелые револьверы будут убивать за 2 бодишота и 1 выстрел в голову. А луки, кстати, убивают за 2 выстрела. 1 в голову и 1 бодишот для добивания. Это лишь некоторые изменения, нам не показали пистолеты, не показали ппшки, гранатометы, так что сюрпризы нам еще предстоят. Но главное, что стоит уяснить, если вы хотите добиться максимального урона по противнику, то вам нужно выстреливать именно в голову. Бодишоты остались практически нетронутыми и не перенесут вам эффективности. Уже 28 августа в игру будут внедрены новая система патронов и пушек. А остальные изменения выйдут вместе с отвергнутыми. Изменения песочницы будут доступны для всех игроков, вне зависимости от того, купили вы дополнения отвергнутые или нет. Вот такие у нас новости. Как вам? Я лично очень долго ждал этих изменений, вы знаете, так что позитивного настроя даже скрывать не пытаюсь. Очень жду, когда горнило станет снова великим и вот это вот все. А я пока прощаюсь, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и тогда точно будете в курсе всех новостей. Ну а для оперативности еще и на группу ВК подпишитесь, там мы пишем обо всех новостях куда быстрее, чем я успеваю сделать видосики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok